Главные по ЖКХ. ПОК ИТС готовится отметить очередной юбилей. Ведущей коммунальной организации Ненецкого округа исполняется 35. На предприятии сегодня работают более 300 человек. Они ежедневно обеспечивают социальные объекты и жилые дома теплом и чистой питьевой водой. В последнее время ПОК, как его еще называют в народе, испытывает серьезные экономические проблемы. Причина – многомиллионные долги управляющих компаний. Впрочем, минувший год выдался вполне удачным. Об особенностях работы главного коммунального предприятия расскажет Олег Хатанзейский. На носу юбилей, но сотрудникам ведомственной лаборатории не до праздника проводят очередной анализ. Воду, то есть канализационные стоки, исследуют как на входе в центральные очистные сооружения, так и на выходе. Процедура ежедневная и крайне важная. Требования, говорят специалисты, предъявляются жесткие. Это и неудивительно. Любопытный факт – вода после многократной фильтрации, которая затем сливает печору чище речной. Мы стараемся, работаем, стараемся. Ну, работа интересная, потому что мы же проверяем очистку нашей, нашу работу мы же проверяем очистку источных вод и вообще все, которые выходят в публику печору. Поэтому нет, работа интересная, нам нравится. Бывает, конечно, вообще загруженность большая, потому что бывает очень много проб, но нравится, любим свою работу. Процесс фильтрации источных вод начинается здесь, в этом помещении. Нечистоты пропускают через специальные решетки, на которых оседает крупный мусор. То, что люди порой выбрасывают в канализацию. Система автоматизированная, ручной работы – минимум. Что интересного приходилось находить здесь? Самое интересное – это 50 долларов. Жалко, что их было мало. Ботинки детские. Ботинки детские, да. Ну и такие вещи, которые, в общем-то, даже не знаешь, как и назвать. На центральных сооружениях и на Ермолина с 1981 года, то есть самого основания о сложном процессе очистки канализационных вод, знает все и даже больше. Еще бы, работает почти 40 лет. Признается, существующий комплекс фильтрации, по сути, живой организм. Это вот первичный отстойник. Сначала первичные стоки тут оседают, отстаиваются, а потом идет на комплекс геологической очистки, который, ну, довольно современный. Он называется, если правильно сказать, нитроденитрификация. То есть, если перевести, то это чередуется бескислородная и кислородная зона. И вот, когда сточные воды проходят поочередно этот этап, микроорганизмы, которые там вырабатываются, они вот производят эту очистку. На последнем финальном этапе вода отстаивается. Так она выглядит после очистки прозрачная и совершенно без запаха. Через несколько часов содержимое огромной емкости окажется в печоре. Вот она, так называемая сбросная линия. Именно через эту трубу в печору сливают уже очищенную воду. Объемы сейчас колоссальные. Всему виной обильная таяние снега. Через канал в сутки проходит до 4000 кубических метров воды. Сегодня по КТС это не только очистные сооружения, но и котельные и сотни километров теплосетей. Целый комплекс объектов и более 300 сотрудников, которые работают для нас, жителей Наринмара. Важный показатель. За минувший год удалось значительно снизить количество инцидентов и аварий, что напрямую влияет на жизнь всего города. Тех, кто ежедневно на посту в любую погоду, сегодня торжественно отметили и наградили. Рабочий класс, гордость предприятия. Завтра по КТС исполнится 35. Директор по КТС Наталья Бетхер признается, предприятие постепенно выбирается из долговой ямы. Только в прошлом году удалось выплатить порядка 80 миллионов. Если сравнить 5-7 лет назад, то прошлый год он прошел более стабильным. Предприятие стабилизируется, финансовое положение налаживается. Мы работаем, мы стараемся, мы экономим, мы гасим долги. Все у нас хорошо. В планах погашать долги и дальше. Сумма значительная, порядка 100 миллионов рублей. Впрочем, на предприятии уверены, финансовые проблемы в скором времени и вовсе уйдут в прошлое. Олег Итанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.